Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует Европейский гуманитарный университет и меня зовут Максим Асмилта. Мы продолжаем цикл вебинаров для поступающих в Европейский гуманитарный университет в 2021 году. Каждую неделю мы выпускаем вебинары, посвященные различным аспектам поступления Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе, отдельным программам, связанным с учебой в ЕГУ. Но сегодня наш вебинар будет посвящен целой отдельной ступени обучения, а именно магистратуре. Что магистратура представляет из себя? Вторая ступень обучения. Значит ли это, что это исключительно исследовательски ориентированный этап учебы, либо же учебу в магистратуре можно совмещать с какими-то другими активностями? Насколько тяжело учиться в магистратуре? Значит ли, что учеба в магистратуре ведет вас исключительно к исследовательской карьере, а может быть наоборот, это возможность перейти из одного сектора в другой? И вообще, каково учиться в магистратуре? И об этом нам сегодня расскажут наши гости, которые представляют каждую из магистрских программ, которые открыты для поступления в Европейском гуманитарном университете в 2021 году. А именно с нами сегодня на вебинаре будет принимать участие Ангелина Шабловская, которая буквально совсем недавно закончила программу «Публичная политика». И она, конечно же, расскажет о впечатлениях об учебе в ЕГУ, о том, как полученный диплом повлиял на ее жизнь. Я думаю, что Ангелина сможет нам также рассказать, каково это поступать в магистратуру, которая по своему направлению обучения отличается от бакалаврской программы, на которой училась Ангелина. Насколько мне известно, политические науки – это новое для нее было направление обучения. И мы узнаем, насколько возможно переходить из одной области социальных наук в другую посредством учебы в магистратуре. В свою очередь, Виолетта Олешкевич сейчас учится на магистрской программе «Визуальная пластика». И вновь же она нам расскажет не только о том, как его учиться и изучать искусство в дистанционном формате ввиду пандемии, чем был вызван выбор этой программы, как повлияла, собственно, учеба на бакалавриате, на итоговый выбор магистратуры именно в области искусств и, в конце концов, как Виолетта получается совмещать работу с учебой в магистратуре. И далее последней нашей гостью сегодня будет Елена Кузьминкова, которая учится на магистрской программе «Развитие культурного наследия». И она вновь же расскажет о том, как те возможности, которые предоставляет Европейский гуманитарный университет, в частности, в сфере исследования наследия, интерпретации, охраны наследия, взаимодействия наследия с другими областями знания, как всеми этими возможностями Елена смогла воспользоваться и пользуется, учаясь на магистрской программе «Развитие культурного наследия». Поэтому сегодня мы поговорим о магистратуре из первых уст. И об этом нам расскажут студентки и выпускница Ангелина, которой хочется сразу передать слово. Ангелина, рад приветствовать. Большое спасибо, что ты нашла время присоединиться к нам сегодня на этот вебинар. Я уверен, что у тех, кто следит за нашей трансляцией в Фейсбуке, либо с нами здесь присутствует в Зуме, могут появиться вопросы как к тебе, так и к Виолетте и Елене. Поэтому, друзья, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Вы можете задавать их голосом, видео, если вы в Зуме с нами подключены, если же вы следите за трансляцией в Фейсбуке, то задавайте свои вопросы в комментариях, и мы их обязательно передадим сегодняшним гостям. Ангелина, передаю тебе слово. Спасибо большое, Максим, за представление. Дорогие все, всем большой привет. Как уже было сказано, меня зовут Ангелина, и стоит отметить, что в 2019 году я закончила бакалаврскую программу медиа и коммуникации. И по своим причинам я решила, что буду поступать в магистратуру ЕГУ, но для меня были очевидны три направления. Культурное наследие я далека была от этого, визуальная пластика тоже совершенно не мое направление, поэтому я решила попробовать публичную политику. И когда я понимаю, что я поступаю в магистратуру в ЕГУ на публичную политику, а мой бакалавриат был связан абсолютно не с этим, я думаю, ну, вряд ли меня уже чем-то испугаешь, я же отучилась четыре года на бакалавриате, ну, сложного не будет. Но не тут-то как бы было. Вот. Для меня было удобно, на самом деле, быстро перекинуть документы, которые у меня оставались в бакалавриата на магистратуру в ЕГУ. У меня не было практически экзаменов, очень быстро заполнила аккету, мне помогали с заполнением анкеты. То есть все были довольно радушны, вплоть до того, что даже преподаватели курировали и помогали. И для меня было важно то, что это все еще ЕГУ, а так как я была очень активной студенткой бакалавриата, я хотела продолжить дальше свою активную социальную деятельность в стенах университета. Вот. Что, собственно, мне впоследствии очень сильно помогло, потому как у нас грантовая система, грантовая система на основании портфолио. Поэтому, если на бакалавриате раньше я очень сильно переживала за отметки, иногда могла чего-то недопонимать, но все равно отвечать, то здесь я искренне старалась понять материал, и уже из своих знаний отвечала точно, что от меня требуют и как от меня требуют. И помимо того, что я обучалась в магистратуре, я еще дальше продолжала вести свою социальную деятельность, активную деятельность. Вот. Вела проекты, волонтерила и продолжала то, чем я занималась на бакалавриате. И, собственно, я говорила, что я думала, что мне будет легко, но мне было безумно тяжело. Мне было безумно тяжело не потому, что... Потому что у тебя есть какие-то базовые знания, но базовые знания на магистратуре – это несовместимые вещи. Но мне повезло. Я надеюсь, что всем повезет, кто будет поступать на эту программу, потому что у нас были замечательные преподаватели, которые понимали, что у тебя могут быть... У тебя может не быть специфических знаний по предмету, но нам всегда настолько близко и доступно, например, разжевывали материал, что у меня не было проблем с пониманием. И в том числе не было проблем с имплементацией материала, потому что изначально начинаются предметы такие вводные, общие, которые ты можешь знать про гражданский активизм, про политические системы. То есть с общих знаний гораздо с каждым семестром углубляются и углубляются. Поэтому это для меня оказалось очень интересным. Более того, перед тем, как я поступала, я понимала, что моя бакалаврская деятельность, исследовательская была связана в основном с психоанализом, то есть с психоаналитическими инструментами имплементации, как их имплементировать для того, чтобы проанализировать визуальную культуру. Но впоследствии на защите своего диплома я пришла к проблеме домашнего насилия, что было для меня наиболее релевантным и интересным исследовать с гендерной перспективы, с чем мне преподаватели абсолютно явно помогли и дали курс, как исследовать эту тему наиболее глобально, либо наоборот в деталях. Поэтому это было очень важно для меня. Более того, что я могла свою исследовательскую деятельность совмещать со своей активистской натурой на магистратуре. Поэтому, что же я еще могу сказать? Не нужно бояться, я знаю точно для себя, потому что мне было безумно страшно. Я не представляла, как я могу понять все, что связано с политологией за полтора года. Но я чувствую, что я настолько погрузилась в знания, что полтора года дают тебе полностью, если у тебя не было дополнительного... Ну, перед этим, если твоя бакалаврская программа отлично, то для меня магистратура дала мне огромный буст в том, чтобы понять о том, что как бы требуется от меня. Что мне, собственно, к чему я пришла в конце магистратуры? Что я поняла, что работать и смотреть по своему направлению бакалавриата я не хочу. И таким удачным, наверное, путем в жизни для меня стала магистратура в ЕГУ, потому что я поняла, с чем я действительно хочу работать. Что я хочу работать с уязвимыми группами, с гражданским активизмом, сама помогать каким-то образом людям. То есть такой, кажется, шаг, который был для тебя удобный, оказался полностью меняющим твои взгляды на жизнь, на то, чем ты действительно хочешь заниматься, что для меня было безумно важно. Поэтому вот сейчас... Я еще пока не нашла работу, но я буду искать работу именно связанную с публичной политикой и связанную с гражданским активизмом. Потому что то, насколько я получила, то, какое количество знаний я получила за свою учебу в магистратуре, это, конечно, может сравниться только с знаниями, которые я получала 4 года на бакалавриате. Поэтому, если можете меня еще в какую-то степь направить, я расскажу что-нибудь подробнее. Спасибо большое, Ангелина, за такое введение. Вот у меня есть несколько вопросов, которые появились. Действительно, я даже по себе осужу, что я, когда поступал в магистратуру, мое направление в учебе в бакалавриате в магистратуре отличались друг от друга. И вот мне интересно узнать, скажите, а ваши одногруппники на программе «Публичная политика» – это были люди с политологическим бэкграундом, или они тоже приходили из других областей знания? Те люди были в том числе с юриспруденцией, могли быть с теми, которые связаны с активизмом и гражданским обществом, то есть работающие в НГО в Минске, например, или люди, у которых было маркетинг или бизнес. То есть вообще, в основном, я была самая младшая в своей группе, которая такая политология, а в основном мои одногруппницы и одногруппники приходили с тем, чтобы конкретно имплементировать знания политологии в их систему знаний, то есть как реализовывать свои проекты, или как это может впоследствии улучшить бизнес, я не знаю, планирование, понимание, как на государственные структуры, на негосударственные структуры, как это можно имплементировать. То есть иными словами, вы не были единственной, кто поступал на политологическую программу магистрского уровня без политологического бэкграунда, правильно? И это вас не ограничивало в возможностях выбрать исследовательскую тему, заниматься. И, кстати, а чему ваша магистрская работа была посвящена? Моя магистрская работа была посвящена публичной политике Российской Федерации в сфере домашнего насилия. Это, мне кажется, очень интересная тема, и такие проекты, как «Насилию.нет», и остальные действительно, они, мне кажется, очень такие резонансные с учреждением гражданского общества России, а с другой стороны, нередко, да, кажется, что такие темы, они стигматизируются, в том числе и властями, и да, здесь... Это очень интересно, очень интересно, чем вы занимались. Ну, для меня это было максимально важно, потому что, когда я поступала, я опять же говорю, мне сказали, что есть гендерные исследования, Центр гендерных исследований в ЕГУ, и я знала, что меня смогут курировать гендерные теоретики в написании моей магистрской работы. То есть, иными словами, учаясь в магистратуре, вы также взаимодействовали с некоторыми из исследовательских центров ЕГУ, правильно? Конечно. У нас была в самом начале... Извините, Максим, что перебиваю, у нас в самом начале моего магистрского обучения была конференция в ЕГУ, посвященная наследию Симоны Дебуар, и тоже меня туда пригласили с докладом о домашнем насилии высказаться и обсудить, что, собственно, тоже очень большая возможность, классная. Ну и помимо этого, у меня были еще две дополнительные конференции, на которые я подавалась на одну попала, к сожалению, в онлайн-формате, а на вторую также попала в онлайн-формате, но они должны были быть. Одна должна была быть в Будапеште, а должна была вторая в Австрии. Но тем не менее... Я так понимаю, Ангелина, что большая часть вашей учебы, она пришлась на период пандемии все-таки, правильно? Да. И, конечно, дистанционный формат, он во многом вносит свои преимущества, потому что расстояния сокращаются, и можно участвовать в научных конференциях по всему миру, правильно? Прежде мы как-то неохотно, кажется, люди участвовали в таких онлайн-форматах, часто стало просто данностью. Но, с другой стороны, конечно, как бы пришло... В аудиториях, наверное, не очень много вы проводили времени. Скажите, пожалуйста, с точки зрения вот тех возможностей по интернационализации, которая доступна в ЕГУ. ЕГУ является частью сети университетов общества, ОСУН, и это значит, что магистранты могут в том числе брать курсы по выбору из других университетов, которые принадлежат в сети. Вы брали какие-то дополнительные курсы из других университетов, может быть, из СЦУ или университетов-партнеров ЕГУ? Как-то пытались разнообразить свой учебный план таким образом? Да. В самом начале учебного года у меня был курс от Барт-колледжа, который я взяла по выбору. Назывался Civic Engagement. Я потом хотела еще взять Freedom of Expression, но поняла, что у меня на политологии и так очень много Freedom of Expression. Так что да, на самом деле классно было, потому что, опять же, я говорила, что у меня деятельность активистская, социальная, из бакалавриата перешла на магистратуру, поэтому этот курс был полезен не только мне, как политологине, для того, чтобы рассмотреть возможное развитие. Как выделить новые инструменты для развития гражданского общества, но в том числе и Ангелине Активистке, которая продолжала свой проект, который впоследствии этот курс помог мне попасть на конференцию Get Engaged. Онлайн, правда. Конференция Get Engaged, я так понимаю, что это конференция для как раз-таки вот этой сети Awesome, где 24 университета со всего мира и студенты, в том числе магистранты из этих 24 университетов от Колумбии до Бангладеша, от США до Германии, включая в том числе ЕГУ здесь в Литве и так далее. Вы представляете свои проекты, посвященные вот социальному такому вовлечению о социальной тематике. Именно так. Отлично. Что ж, Ангелина, было очень интересно узнать, и я думаю, что ваш пример как раз и хорошо показывает, что магистратура в том числе это может быть таким трамплином в новую область знаний. Вы изучали медиакоммуникацию, то есть сферу коммуникации, и понятно, что у вас была тематика проектно-такой активистская, которая вам близка и интересна была. Вы хотели себя в ней реализовать, и учась в магистратуре у вас получилось это совместить в том числе с второй ступенью обучения, с магистрской. Если вдруг у вас будут меняться планы или перспективы касательно трудоустройства, не думаете о докторантуре? Нет. Нет. Я думаю о смене направления, получение еще одного образования, но это далеко от доктор натуры. Но знаете, я хотела еще одну вещь добавить важную. Даже несмотря на то, что у меня было абсолютно другое бакалаврское образование, это помогло мне сделать свою магистрскую работу более уникальной, потому что у меня исследование было междисциплинарное. Когда исследование междисциплинарное, а ты взаимодействуешь в комиссии с классическими политологами и политологинами, это открывает новую такую дверку для того, чтобы показать, как можно связать удобным образом знания своего бакалавриата и знания своей магистратуры. Поэтому у меня было не просто классическое исследование с политологической точки зрения, но у меня было междисциплинарное исследование с медиа-анализами, с политическими анализами, с юридическими анализами и с гендерным срезом. То есть у меня была огромная магистрская работа, которая очень так, мне в душе помогла. Отлично. Спасибо большое, Ангелина, было очень интересно узнать и услышать ваш опыт. Желаем, конечно, успехов. Мы будем следить за вашими карьерными успехами и перспективами. Конечно, оставайтесь на связи с Alma Mater. Будем рады вас видеть вновь. Теперь мы двигаемся дальше. И от социальных наук мы переходим к сфере искусств, в частности к дизайну. Не секрет, что в ЕГУ на бакалавриате визуальный дизайн, это, пожалуй, самая популярная бакалаврская программа. У нас действительно в ЕГУ, наверное, самая большая группа студентов, если по областям знаний выбирать, то это, конечно, те, кто изучает именно дизайн. И не так давно в ЕГУ появилась магистрская программа, которая называется «Визуальная пластика», по-английски «Visual Plastic Art». И эта программа как раз-таки кажется, что предоставляет возможность не только тем, у кого есть уже дизайнское образование, но и тем, кто, может быть, не всегда мог, хотел или обладал возможностью стать частью именно такого образования в сфере искусств. И здесь мы приветствуем уже Виолетту Олечкевич. У Виолетты, насколько я понимаю, история другая, нежели Ангелина, Виолетта изучала дизайн на бакалавриате, изучает теперь дизайн в магистратуре. Но, если я не ошибаюсь, у Виолетты был gap year, правильно, между бакалавриатом и магистратурой. Виолетта, расскажите, что все-таки вас побудило после gap year поступать в магистратуру и в том числе на визуальную пластику? Добрый день всем еще раз. Меня зовут Виолетта. Как Максим уже сказал, в 2019 году я выпустилась из ЕГУ на программе визуальный дизайн. И, в общем-то, брала себе год на подумать, потому что я не могла сразу сказать, хочу ли я дальше учиться, как я хочу развиваться в области графического дизайна, потому что это очень широкое направление. Оно подразумевает не только... Ну, я пыталась понять, хочу ли я работать с принт-материалами, с сайтами, с онлайн-графикой. В общем, взяла себе год на отдых от учебы и на то, чтобы моя голова очистилась и я поняла, чего я хочу. Этот год я работала на фрилансе и к концу начала понимать, что техническая сторона дизайна, то есть верстка, построение, они меня немного ограничивают, и я захотела развить больше в области, скажем так, привнести креатива в свою работу и начала искать именно магистратуру в области искусства. И так как ЕГУ был ближе всего мне по духу, по преподавателям и по преподавательскому составу, о котором я чуть позже расскажу, я решила, что я выбираю все-таки визуальную пластику. Поговорила заранее с преподавателями, чтобы понимать, что я вижу нашу магистратуру так, как она есть и не питаю каких-то иллюзий насчет нее. И вот решила, что буду совмещать свою все еще дизайнерскую карьеру с искусством и посмотрю, что из этого выйдет. На магистратуре мне было важно, чтобы она была междисциплинарна, то есть чтобы она подключала в себя не только узкое направление, как это часто бывает, то есть в иллюстрации или в анимации или еще в чем-то, но позволяла мне выбрать все и сразу, скажем так. И визуальная пластика позволяла мне это сделать. Преподаватели подобраны так, что они помогают нам развивать свою идею во всех направлениях, которые нам надо. И если мы хотим включить наш проект и иллюстрацию, и анимацию, и, допустим, перформансы современного искусства, все это нам помогают как-то оформить и двигаться в этом направлении со знанием дела. Вот. И вот поэтому я выбрала эту программу. Однако, как уже говорила я ранее, я не собираюсь менять направление свое жестко, потому что я все еще хочу работать в сфере графического дизайна, за то, что мне интересно. И тогда, как магистратура, она больше направлена на современное искусство, и это нужно понимать при поступлении, потому что первоначально у меня была идея, что я продолжу развиваться исключительно в дизайнерской сфере. То есть это какая-то стандартная, допустим, книжная верстка или какое-то создание сайтов. Но сейчас я понимаю, что программа, она больше об искусстве гораздо, чем я думала. И преподаватели нас побуждают именно расширять свои какие-то рамки, зажимы и мыслить более широко, мыслить на открытую аудиторию, на весь мир. И на самом деле я считаю, что это очень классно. Также стоит сказать, что сейчас я поступила уже в пандемию, и хоть у нас были надежды на то, что нам будут практически занятия в университете, однако так сложилось, что их не было. И для нашей программы это действительно сложно, потому что очень важно на этом направлении именно делать что-то руками, видеть преподавателей, одногруппников и вместе с ними что-то смотреть, работать над проектами. Однако, так как все в онлайне, преподаватели очень стараются нас все еще обеспечивать всем необходимым, помогать нам даже дистанционно работать над практическими проектами, то есть то, что нужно делать руками, если кто-то хочет рисовать, клеить все что угодно, но вот есть ограничения в том, что общаемся мы только через экран, к сожалению. Также, что хорошего в онлайн-обучении на этой магистратуре, несмотря на всех минусах и ограничениях, которые она создает, она позволяет очень быть мобильными, то есть у нас нет такого, что, например, если кто-то занят, то мы всегда можем подвинуть как-то нашу лекцию, пообщаться с преподавателями в каком-то более личном формате, то есть созвониться отдельно и обсудить нашу идею, проблему. И это тоже очень хорошо, и это помогает мне, потому что я далее расскажу немножко о совмещении работы и учебы, потому что это накладывает тоже свои ограничения по времени и по возможностям. Также у нас, стоит сказать, что у нас на магистратуре учатся люди с очень разным пограундом, то есть я исключительно графический дизайнер, у нас есть люди, пришедшие из психологии, из театрального искусства, и все это им помогают развить свои идеи, несмотря на то, что они до этого не сталкивались близко с визуальным искусством, однако пусть им приходится иногда сложнее, чем людям, у которых уже есть графические навыки, они очень стараются и им в этом всячески помогают, советуют что-то, помогают как-то избежать сложности и найти решение, которое им будет по силе и как-то направляют их, чтобы их проекты тоже остались успешными и завершенными. Виолетта, у меня есть несколько вопросов, точнее не у меня, а у Иоланте, которая с нами участвует в вебинаре, она вот как раз на некоторые из этих вопросов вы уже ответили, то есть я так понимаю, что вновь же, как и с Ангелиной ситуация, что если у тебя нет прежней ступени в той области знания, которая предлагается в магистратуре, это не какая-то фатальная преграда. Иными словами, если я, например, не заканчивал дизайн на бакалавриате, то это не значит, что мне ограничен доступ для меня, выбирая программу в визуальный пластик, просто мне нужно будет, наверное, учитывать это, когда я буду учиться и как-то тем самым корректировать либо наоборот, от этого только видеть в этом преимущества и какие-то новые исследовательские направления обнаруживать. Но, кстати, вопрос, Виолетта, а о чем вы писали свою бакалаврскую работу, когда учились на дизайне? Чему она была посвящена? Бакалаврский проект, он чему был посвящен? Виолетта тоже спрашивает. Бакалаврский проект мой был посвящен 500-летию со дня смерти Питера Брейкеля-старшего, то есть это был проект о создании визуальной идентики и если будет интересно, на самом деле я могу прислать ссылку в комментариях, потому что весь проект выложен в онлайне, но это был исключительно графический дизайн. Да, но с другой стороны тема все-таки это не просто какая-то абстрактная идентика для очередной какой-то организации. Это, ну, пожалуй, что одна из величайших фигур в европейской живописи, если не самая, собственно, такая, ну, один из таких постулатов, на которых вообще художественная выразительность европейская держится. Вот, и да, это очень интересная тема. И тогда вот тоже Яланта уточняет, но я думаю, нам всем, кстати, интересно будет. А вы, поступая в ЕГУ, вы свое портфолио предоставляли какое-то для получения гранта? И если не секрет, то из чего состояла ваша портфолио? Да, я предоставляла, и мое портфолио было совмещением моей личной творческой деятельности, потому что я для себя, скажем так, занимаюсь иллюстрацией и портретной диджитал графикой. И параллельно я включала туда свои дизайнерские работы, в том числе свою бакалаврскую, потому что она очень тесно связана с, скажем так, с темой университета, то есть с европейским наследием, и это важно. Так что все, что я посчитала стоящим и важным для себя, я включила в портфолио, показала свою лучшую сторону, как мне кажется. Ну и как, портфолио было оценено хорошо? Да, я получила 50% грант на обучение, и вот, в общем-то, продолжаю его получать, потому что деятельность свою я не остановила. То есть я сейчас параллельно работаю full-time, и осталась у меня и моя творческая деятельность, и фриланс. То есть работы много, и все это постоянно включается в портфолио, потому что очень важно нашей программе показать, что мы все еще развиваемся, мы не стоим на месте как студенты, как профессионалы, и как наша программа, в общем-то, помогает и содействует этому. Вот, да, я как бы отвечаю сразу на вопрос Иоланда, забегая вперед. Действительно, вас ничто не ограничивает, что вы можете включить в портфолио, и здесь уже, наверное, вопрос, как вы сами для себя расставите приоритеты. То есть портфолио, ЕГУ воспринимается как образцы работ и достижения, которые могут быть творческого, академического и социального характера. То есть если у вас, например, Иоланда, даже будет не какое-то творческое достижение, а, например, социальное, ну, предположим, что вы запустили какое-то социально значимый, чувствительный проект, и он, не знаю, получил там финансирование какое-то или достиг каких-то результатов, это тоже можно включить в портфолио. То есть здесь, что называется, как говорится по-английски, the sky is the limit. Но самое важное, это, конечно, сопроводительное письмо. Вот я о чем говорила Виолетта. Как вы сможете связать то, что включается в ваше портфолио, с миссией ЕГУ? И в этом отношении, конечно, 500-летие Питера Бригеля-старшего, как бы и артикуляция этого наследия, но это, по-моему, конечно, очень коррелирует с миссией ЕГУ. Вот. А что касается дедлайнов, то портфолио в рамках основного набора 2021 года предоставляется должно до 6 июля. То есть если дедлайн подачи документов для поступления 5 июля, то портфолио можно подать на день позже. Но не стоит откладывать до последнего момента, лучше подавайте заранее. Виолетта, последний, может быть, вопрос, по крайней мере, с моей стороны, я надеюсь, что вот еще будут тоже поступать вопросы со стороны наших слушателей. Вам все-таки визуальную пластику эту программу отличает то, что там довольно большое присутствие преподавателей из Литвы, преподавателей, известных в литовском сообществе дизайнеров, художников, тех, кого мы по-английски можем сказать артист, творцов. И, ну, наверное, я не постесняюсь сказать, что для ЕГУ особенной честью является тот факт, что профессор Артура Срайла, который является лауреатом национальной премии Литвы в области искусств. Это наивысшая награда, которая в Литве присваивается за достижение в области искусства. Он является преподавателем программы визуальной пластика. Но не только он один из литовских известных художников и творцов. Это и, собственно, как от аниматоров до тех, кто занимается текстилем, от тех, кто занимается междисциплинарным искусством до графического рисунка. И в этом плане, конечно, можно найти для себя вот такой интересный профиль. Какой предмет, какой курс для вас, Виолетта, вот за последний год учебы вызвал наибольший интерес на магистрской программе визуальной пластики? Что вам больше всего по душе пришлось? Ну, пожалуй, у меня было таких курсов три, потому что они для меня одинаково были на вы и интересны в том плане, что я получила действительно какие-то уникальные знания для себя, потому что я довольно искушена в этой области. И первым курсом действительно стал курс Артура Самраева. Он ведет у нас современное искусство и теорию и практику связаны с этим. Курс стал для меня новым, потому что, скажем так, на бакалавриате современное искусство и вообще вся эта область обошла меня стороной. И я никогда особо не интересовалась. тут я поступаю конкретно на визуальную пластику и курс с Артуром, он был и теоретически, и практически очень хорошо построен. Он нас направлял, говорил нам, что из наших идей является удачным, а что сразу можно как-то так опустить, потому что он все-таки большой профессионал в этой области. Поэтому для меня этот курс стал прям таким откровением и вау. Следующий курс стал Арт-менеджмент. То есть как выстраивать и руководить своим арт-проектом или выставкой или еще чем-то, что вам интересно. Курс стал интересным, потому что он был исключительно практическим и вела его преподавательница с очень сильной, как с бэкграундом организации выставок. И это было очень интересно с точки зрения профессиональной карьеры, потому что она на практике показывала нам ошибки вплоть до того, что мы проходили важность дипломатии в выстраивании проектов. И тоже это как-то было очень интересно и полезно. И также у нас сейчас идет, вот именно в этом семестре у нас идет курс с Ильей Березнискасом. Он литовский известный аниматор. Он работал и в советские времена с крупнейшими аниматорами. И сейчас очень много и проектов. И он нас сейчас направляет и рассказывает, помогает нам инкемментировать анимацию в наши проекты. И курс просто очень живой и я бы сказала веселый, потому что очень важно для меня в обучении, особенно в визуальных исследованиях, что все проходит налегке и у нас нет вот этой зажатости. Любая идея, которую мы предлагаем, она нам помогает ее обыграть и сделать из нее что-то стоящее. Да, действительно, от себя могу добавить, что, конечно, профессор Березнискас, он еще отличается очень хорошим чувством юмора. Я думаю, это всегда очень помогает. И он действительно, пожалуй, один из таких самых признанных в Литве аниматоров. Не только, он работает с очень крупными студиями, которые и Том и Джейри в том числе рисовали, то есть в самых разных таких пространствах. И, действительно, и профессор Райла, и профессор Березнискас, и самые разные другие преподаватели, и Жидри Редулите, и Констас Гаитаджи, и Юлия Титова, я думаю, со всеми ними поступающие на программу «Визуальная пластика» смогут познакомиться. И самый последний вопрос от Йоланты. Виолетта, я правильно понимаю, что у вас была возможность участвовать в Erasmus-обменах, но вы не участвовали, правильно? Потому что вы все-таки как бы full-time в Вильнюсе работаете в дополнении к учебе? Да, скажем так, у меня возможность это была всегда и во время бакалариата, и сейчас. Сейчас у меня просто действительно очень забит график, и у меня нет возможности, но это скорее мой выбор, не участвовать в программе обмена, потому что я очень привязываюсь к месту, к людям, и мне сложно просто перемещаться. Однако, если вы хотите, то никаких ограничений, я так понимаю, сейчас нет. Есть сложности в связи с пандемией, но если вы заинтересованы в программе обмены, то почему нет? Так что проблем с этим нет. Я еще хотела добавить на счет вопроса по поводу того, что люди поступают без знаний в творческой степени или просто с какими-то базовыми знаниями. Это возможно, как уже говорилось. Однако я хочу предупредить сразу. Не пугайтесь, но возможно вам придется действительно чуть-чуть больше работать, чем другим, потому что то, что мне дается с моими знаниями как-то легко и играючи во многом, то людям, которые без творческого бакграунда, им нужно где-то посидеть подольше, где-то поговорить с преподавателями чуть-чуть побольше. Вы должны быть к этому готовы, но это не должно вас пугать, потому что все решаемо, со всем помогут, просто это нужно учитывать. Да, спасибо. Я могу, кстати, отвечая на вопрос Иоланте, сказать, что это, правда, касается не Виолетты, но у нас вот на сегодняшней встрече в том числе есть выпускницы магистратуры ИГУ, которые во время учебы в магистратуре участвовали в Erasmus обменах. Вот поэтому учеба в магистратуре и участие в Erasmus, она возможно. Вот поэтому это просто отвечая на вопрос Иоланте, что это действительно так. И главное заранее знать, чего вы хотите. Учеба в магистратуре длится в случае визуальной пластики два года, в случае всех остальных программ полтора года. Erasmus как минимум занимает один семестр, поэтому нужно расставлять приоритеты своевременно. Как правило, последний семестр учебы, это все-таки семестр посвящен уже очень плотной работе с магистрской работой. Вот поэтому, Виолетта, очень рада услышать и узнать, как вам учиться в магистратуре в визуальной пластике. И с нетерпением ждем ваших новых работ. Я знаю, что у вас есть отдельный Instagram-профиль в том числе, где вы выкладываете свои иллюстрации, которым вы занимаетесь. И на Behance, наверное, вас можно найти. Но я уверен, всем нам будет очень интересно увидеть ваш бакалаврский проект, посвященный 500-летию Питера Бреглия-старшего. Поэтому, если поделитесь в чат-боксе, то, я думаю, всем, кто с нами сегодня подключен, будет интересно. И даже тем, кто, может быть, никогда не подозревал, что визуальная пластика – это, может быть, та программа, куда можно поступать без бэкграунда в сфере дизайна, но, тем не менее, попытаться иную оптику выработать с точки зрения работы с пластическими искусствами. И тут пишут, что если в Instagram поделитесь, то тоже будет, видимо, актуально. Пошли. Что ж, Виолетта, большое спасибо. Напоминаю, дорогие друзья, что если у вас вдруг есть вопросы, то вот как в Иоланта Пульса, так и не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте их как в качестве комментарии к нашей трансляции в Facebook, либо здесь, в Zoom. А мы тем временем будем переходить на наши третьи гости. Это будет Елена Кузьминкова, которая является студенткой программы развития культурного наследия. Программа развития культурного наследия является как раз примером уже гуманитарных наук. То есть у нас в Европейском гуманитарном университете три магистрские программы, каждая из них находится в разных областях знания. Мы общались с Виолеттой, визуальная пластика — это искусство. Мы общались с Ангелиной, публичная политика — это социальные науки. И сейчас мы будем обсуждать гуманитарные науки, каково учиться в магистратуре в сфере гуманитарных наук, а именно на программе развития культурного наследия. Елена, здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, как так произошло, что вы решили поступать именно на эту программу и чем вы сейчас занимаетесь? Какая у вас сфера исследовательских интересов? Здравствуйте! Меня Елена зовут. Я еще раз представлюсь. Начну, наверное, с того, что на момент, когда я приняла решение поступать в магистратуру, моя деятельность была связана с развитием гостиниц и ресторанов. Я работала в индустрии гостеприимства. И так получилось, что в последнее время это были объекты, которые имели большую историко-культурную ценность. И в моей деятельности меня всегда интересовал междисциплинарный подход и возможность использования культурного потенциала для создания дополнительной экономической ценности. Но у меня было все время ощущение, что именно в Беларуси историко-культурный потенциал используется не в полной мере, недостаточно. И вот на момент принятия решения у меня уже был сформированный запрос, что мне бы хотелось как-то дальше развиваться в этом направлении для того, чтобы совмещать культуру, экономику и как-то задействовать культурное наследие. И в 2020 году КАМОС проводил конференцию. Тема конференции примерно звучала так, как право на наследие и возможность и перспектива реализации принципов Конвенции ФАРО в Беларуси. Конвенция ФАРО – это рамочная конвенция Европы, была принята в Португалии в 2005 году. Основной идеей является новый подход к использованию культурного наследия в Европе. Этот подход более демократичный, более свободный и прозрачный и возможность участия общества в управлении наследием, возможность использовать культурное наследие в качестве экономического, социального и культурного роста. И на этой конференции обсуждалось то, что Беларусь и Европа, естественно, идут не в ногу друг с другом. Беларусь немножко отстает. И мне был интересен именно этот европейский подход. И это было такой, наверное, финальной точки в моем принятии решения о том, что я хочу поступать именно на программу развития культурного наследия. То есть эта программа, она в принципе об экономике и философии культурного наследия в 21 веке. Особенностью обучения, наверное, в магистратуре является практикоориентированный такой вот проектный подход. То есть для того, чтобы в полной степени задействовать потенциал историко-культурного наследия, необходим проектный подход. И как бы у нас вот на программе любая дисциплина, любой предмет, который мы изучаем, результатом этого предмета должен быть проект, который в принципе готов к реализации. И важным моментом является, конечно же, преподавательский состав, который у нас помимо того, что имеет уже зарекомендовавшее и известное европейско-научное имя. И преподаватели многие занимаются практической деятельностью и реализацией проектов, которые финансируются из Европейского союза. Многие преподаватели являются экспертами по оценке проектных заявок и находятся в жюри, что тоже очень помогает на всех этапах создания проекта, от создания и генерации идей до каких-то нюансов по написанию проектных заявок, составлению бюджетов и потом дальнейшему проектному управлению. На программе мы, в принципе, основываемся на подходе к управлению европейским наследием. Наверное, для Беларуси тоже очень важно включение наследия в европейский контекст. Также для меня очень полезно, поскольку я не имею гуманитарного бэкграунда, это у меня первое экономическое образование, и я учусь в группе, где у нас собрался такой очень сильный студенческий состав. Еще на моменте, когда я поступала, я поступала не по дополнительному набору, не в основное время поступления, группа была уже сформирована, и на собеседовании меня предупредили, что в группе будут очень сильные люди, и обучение будет одновременно сложным, но и очень полезным. И подход в обучении, который предполагает постоянное погружение и в командную работу, дает очень хороший обмен опытом, и в группе у нас учатся студенты не только из Беларуси, то есть получается такой международный обмен опытом, и возможность постоянного вот этого обогащения и общения, она очень помогает и в обучении, и в планировании какой-то дальнейшей деятельности. Елена, у меня есть несколько вопросов к вам. Да. Начиная выступление, может быть, для тех, кто в меньшей степени ориентируется в сфере наследия, давайте расшифруем, вы упомянули организацию ИКОМОС. ИКОМОС – это ведь Международный совет по памятникам и памятным местам, и это вспомогательное крыло, вспомогательная организация ООН, и в частности ЮНЕСКО, которая занимается непосредственно экспертизой и исследованием, и адвокатированием тех практик по защите памятных мест и памятников. По большому счету, это то ответвление ООН, которое занимается культурным наследием. Я так понимаю, что, учась на программе развития культурного наследия, вы взаимодействуете в том числе и с людьми, которые имеют непосредственно вовлеченность к ИКОМОС. А с другой стороны, вот насколько мне известно, эта магистрская программа, она артикулирует очень такой важный момент, связанный с проектной деятельностью, что вот на этой программе, насколько мне известно, преподаватели, которые работают, они показывают, как посредством проектно-ориентированной деятельности можно взаимодействовать с наследием. То есть, иными словами, не изучать, как старые кирпичи отличаются друг от друга, отличаются от старых камней, а то, как можно из этих старых кирпичей и старых камней в них обнаружить какую-то добавочную стоимость, ценность, которая в том числе и влияет на привлекательность городов, на ту среду, в которой находится, и на наше восприятие ее. Вот как, скажите, сейчас это отражается на вашей учебном процессе? Вот вы, наверное, уже задумываетесь о будущей своей магистрской работе, вот этот проектный подход, либо взаимодействие со структурами международными в сфере наследия. Как это отражается на том, чему будет посвящена ваша магистрская работа? Моя магистрская работа посвящена, наверное, вот, проблема, да, заброшенных зданий, если так в целом говорить, существует, особенно там на постсоветском пространстве. И вот вопрос, как использовать здания, которые представляют историко-культурные ценности, являются объектами наследия. И поэтому, естественно, это предполагает для того, чтобы реализовать возможность использования заброшенных зданий, это, конечно же, проектный подход. То есть для меня очень важны все предметы, которые связаны с практикоориентированной, и связаны с проектным подходом. И в то же время, в любом случае, предполагается взаимодействие и какой-то опыт работы международных организаций, опыт ЮНЕСКО, поскольку всегда важно, является ли объектом охраны ЮНЕСКО. И, ну, вот междисциплинарность и развитие и в практической деятельности, и в исследовательской, очень важно. И, в принципе, в моей магистрской работе предполагается разносторонний подход к исследованию. Спасибо, Елена. Я так понимаю, что в том числе в ЕГУ, насколько мне известно, уже на протяжении последних трех и, наверное, четырех лет довольно последовательно университет занимается тематикой работы с бывшими синагогами на территории Беларуси, особенно по границе между Литвой и Беларусью, речи о Башмянах и Гродно и Витебске, разные другие города. И нередко, когда мы ищем способы интерпретации наследия, мне редко как-то кажется, что игнорируется локальное сообщество, да, которое вот окружает, да, частью, как бы, когда наследие входит вот этот непосредственно топос, да, в котором живет локальное сообщество. И, насколько я понимаю, у магистрантов тоже есть возможность быть включенными в такие проекты, которые осуществляются, конечно, из-за пандемии. очень досадно, что это все происходит онлайн, не правда ли? Да, правда, потому что, конечно, мы все хотели бы поучаствовать в оффлайн занятиях и приехать в Вильнюс на какую-то сессию, но пока у нас все происходит онлайн. И касательно синагог, да, это большая проблема для Беларуси, поскольку в Беларуси, в принципе, еврейское наследие является достаточно конфликтным наследием, это наследие без наследников, несмотря на то, что, как бы, белорусско-еврейская культура всегда уже много веков идут рука об руку, и, как бы, сейчас уже речь идет о том, что белорусская идентичность невозможна без понимания нашей общей идентичности. В то же время отношение к заброшенным синагогам остается, как бы, проблемной зоной. И, да, вот и в ЕГУ тоже есть такие программы, которые позволяют исследовать это наследие с точки зрения того, чтобы признать заброшенные синагоги белорусским наследием и, соответственно, более внимательно относиться к его восстановлению, использованию. То есть для того, чтобы сохранить наследие, его необходимо использовать. Возможность его использовать в первоначальной функции синагог сейчас недостаточно актуальна, и, как бы, вот мы тоже занимаемся исследованиями и поиском и вариантами актуализации синагог, в том числе на территории Беларуси, но, по примеру, международного опыта, литовского опыта и европейского по актуализации заброшенных синагог и, в принципе, заброшенных религиозных зданий. Елена, вот у нас тут вопрос есть от Александры. Она интересуется, вот чем занимаются ваши одногруппники? Потому что мы с вами сейчас обсуждаем объекты недвижимого наследия, материального наследия, но вы упоминали, что у вас действительно группа довольно сильная, насколько мне известно, и там учатся люди не только из Беларуси, кто уже имел непосредственное такое взаимодействие с тематикой наследия. Вот Александру интересует, занимается ли, допустим, на этой программе, в том числе, нематериальным наследием? Мне кажется, что, конечно, но вот чем занимаются ваши одногруппники? Что-то близкое к нематериальному наследию у них имеется? Вообще, насколько широкий диапазон тем, которые выбираются магистрантами этой программы? На самом деле, диапазон тем очень широкий. Мы вот буквально на... Вот сейчас у нас есть пример, на котором у нас такое было представление себя и определение сферы в развитии культурного наследия, которое больше всего интересует и больше всего связано с практической деятельностью. И, как оказалось, у нас у каждого абсолютно разные интересы. Если меня интересует в большей степени экономика культурного наследия, то мои одногруппницы интересуются межкультурной коммуникацией, использованием цифровых и IT-технологий в развитии культурного наследия, работа непосредственно с памятью, работа с музейной коммуникацией и усовершенствованием музейной коммуникации, работа и с еврейским наследием, с кладбищами. Ну, насколько я знаю, конкретно в моей группе никто не занимается нематериальным наследием в рамках магистрской работы, но в предыдущем курсе была магистрская работа на тему языка белорусского. Ну, язык, понятно, является нематериальным культурным наследием. А вы, наверное, имели возможность в том числе и присутствовать на защитах магистрских работ или вы взаимодействовали как-то с теми, кто учился до вас прежним поколением магистрантов этой программы? Ну, как гости присутствовали онлайн на защите магистрских работ, поскольку был организован онлайн и была возможность послушать, подсмотреть, как это происходит. Вот, и тоже интересная такая вещь, что, видите, учебный корпус Ягу находится в бывшем Агустинском монастыре конца XVIII века в старом городе Вильнюса, который внесен в список наследий ЮНЕСКО. И очень долгое время вот этот весь квартал, улицы Бог, что и Савичевск, на пересечении которых находится Ягу, учебный корпус нынешний, это было совершенно заброшенное, кое-богом забытое место, хотя, казалось бы, очень близко расположенное к Ратушной площади в том числе. Вот, и такой тоже пример того, вот, как использование, да, заброшенных зданий, как оно вот может находить какие-то новые функции предназначения. И, конечно, очень досадно, что участие на программе, связанной с наследием, вы, насколько я понимаю, до сих пор в учебном корпусе еще не были из-за пандемии, верно? Я не была, но мои одногруппницы, у которых есть возможность быть в Вильнюсе сейчас, они воспользовались возможностью этой. Да, но мы будем надеяться, конечно, что, по крайней мере, могу заверить, что университет сам очень расположен к тому, чтобы все-таки в октябре, учебный год у нас начинается в октябре, перейти в оффлайн-режим, то есть это значит, что все-таки уже и мы смотрим на темпы вакцинации в Литве, и мы видим, что и количество заболеваний ковидом здесь очень стремительно снижается. Вот поэтому мы, как и многие другие, пожалуй, все университеты в Литве, мы расположены весьма решительно. И, конечно, все, что зависит от нас, все, что находится в наших руках, для нас это приоритет, чтобы мы могли вернуться в аудитории. И поэтому, я думаю, актуальный этот вопрос не только для тех, кто изучает наследие, здесь уже есть интерес практический, в том числе, как интерпретация объекта наследия осуществилась и новая функция появилась, именно такая образовательная. Потому что монастырь, когда строился в конце XVIII века, он строился для того, чтобы быть монастырем, а не чтобы быть университетом. И это тоже накладывает свои особенности, что учеба в ЕГУ происходит в бывших кельях, что у нас очень камерная обстановка внутри университета. Действительно, да, Иланд, учебный год в ЕГУ начинается 1 октября. Не удивляйтесь, мы начинаем 1 октября, а заканчивается, как правило, экзамены, сессия где-то в конце июня, в первую неделю июля. То есть сентябрь месяц свободный от учебы. Особенно это ценят наши студенты бакалавриата. Но я думаю, что для магистратов это тоже актуально. Что ж, я вижу, что у нас есть вопрос от Натальи. Наталья подняла руку. Пожалуйста, Наталья, слушаем вас внимательно. Здравствуйте. У меня, Калёне, есть три вопроса. Я собралась в этом году в магистратуру, но у меня тема моя исследовательская связана с развитием белорусского кинематографа. И так как сейчас больше шли вопросы про архитектуру и все такое, я засомневалась. У меня первый вопрос, насколько я впишусь в программу со своей темой, в программу курса. Могу ли я ее как-то адаптировать? То есть насколько она адаптируется? То есть могу ли я выбирать какие-то дисциплины? И я понимаю, что есть какие-то общеобразовательные дисциплины. Но есть ли что-то такое, чтобы я смогла программу, скажем, подстроить под себя? Это первый вопрос. Второй вопрос. У меня английский не очень хороший. Я пыталась сдавать демо-тест. То есть он нормальный, но исходя из тестирования, я понимаю, что я не успею подготовиться. Я его все остальные завалю, но говорить и слушать у меня получается гораздо лучше, чем грамматика. И третий вопрос. Я когда разбирала документы, какие надо подавать, нужно ли прикладывать CV? Или достаточно будет сопроводительное письмо и портфолио и сопроводительное письмо? Вот. А есть ли смысл к нему прикладывать CV еще? Потому что у меня опыт работы в кино большой. Понятно. Наталья, хорошие очень вопросы. Я, если можно, просто по практическим аспектам пройдусь, а уже Елена, конечно, по содержателям. Значит, во-первых, что касается CV как отдельного документа к портфолио, не нужно. Портфолио состоит из образцов работ и достижений творческих, социальных, академических и сопроводительного письма. То есть, есть два элемента в портфолио. Наверное, стоит в сопроводительном письме раскрыть ваш бэкграунд, связанный с кинематографом либо с чем-либо другим. Я думаю, что это можно именно так нарративно раскрыть и тем самым провести тоже какие-то параллели и взаимосвязи. Вот. Это первый момент. Второй момент, что касается английского языка. Наталья, мы в вас верим. У вас получится. Спасибо. Не стоит стесняться. Пробуйте, сдавайте. В крайнем случае, может быть, получится не в основном, а в дополнительном наборе. Как правило, каждый год в ЕГУ бывает и дополнительный набор, но, опять же, это всегда очень индивидуально. Не всегда в рамках дополнительного набора открываются все программы, а в рамках дополнительного набора открываются все программы, где есть свободные места. Вот. Поэтому, если вдруг так произойдет, что у вас не получится сдать экзамен по английскому сейчас, то, может быть, получится сдать его в августе. Например, когда происходит, как правило, дополнительный набор. Но, повторюсь, дополнительный набор, решение касательно открытия его или не открытия происходит уже после основного набора. Поэтому сейчас мы ничего на этот счет не можем гарантировать. Ну, а насчет темы, я не знаю, для меня кинематограф как наследие звучит очень интересно и, по-моему, вполне реализуемо. Но я не знаю, я в магистратуре на этой программе не учусь. Елена, как вам кажется? Я думаю, что тему можно выбирать самостоятельно. В смысле, тема никак не связана с теми дисциплинами, которые мы проходим. И если у вас есть большой опыт в кинематографе и вы рассматриваете его как наследие, там история кинематографа, то я думаю, что можно будет с преподавателями согласовать тему. И есть отдельный предмет по выбору свои и теоретические рамки своего магистрского исследования и согласование темы. Я думаю, что вы сможете прийти к какому-то теме, которая будет и вам интересна и будет соответствовать требованиям к магистрской работе. По поводу английского языка тоже хотела сказать, по поводу моего личного опыта, что на самом деле это прекрасная возможность поднять свой уровень английского языка, потому что очень много особенностей тоже является то, что все источники, которые мы изучаем, являются авторитетными европейскими и американскими источниками. И, конечно, требования изучать их в оригинале и на английском языке и на моменте еще, вот пока готовишься к практическим занятиям, читаешь очень много литературы на английском языке, и, естественно, это тоже способствует поднятию уровня английского языка. Я думаю, что разговорный английский и, ну, то есть, если вы понимаете, можете слушать и читать, то это уже очень хорошая база для того, чтобы учиться, не ограничиваясь тем, что у вас недостаточно английский, и разговорный тоже можно, в принципе, постепенно повышать. Спасибо большое. Отлично, спасибо, Наталья, вам за хороший вопрос, интересные вопросы. Александра, я так понимаю, что у вас тоже есть вопросы. Да, спасибо. У меня, наверное, такой более приземленный вопрос. Раз мы уже затронули тему портфолио, то вообще насколько релевантно, наверное, было бы туда прикладывать какие-то публикации, работы в академической сфере, но из совсем другой дисциплины, даже не гуманитарной, в принципе, насколько это релевантно будет. Можете уточнить, о чем мы говорим, о публикациях в прессе или... Нет, я уже имею магистра в степень, но у меня степень магистра – это физико-математические науки, и у меня есть много академических публикаций, но мне интересно, сколько это вообще релевантно и стоит ли это добавлять. Я бы сказал так, что если у вас получится отразить взаимосвязь между таким портфолио и миссией ЯГУ, почему бы и нет? Но если взаимосвязь отразить не получится, то тогда, конечно, у комиссии, которая будет ознакомиться с вашим портфолио, возникнут, наверное, небезосновательные вопросы, потому что, иными словами, не совсем будет понятно, а что именно вы хотите сказать таким портфолио. Если же вы таким портфолио, например, хотите показать, что вы владеете академическим языком, вы владеете методами исследования, но вновь же вопрос, насколько методы исследования, которые применяются в физико-математических науках, переносимы в гуманитарные науки. Я, опять же, как бы делюсь лишь размышлениями касательно того, что вы мне сказали, но все, конечно, упирается в ключевой вопрос, насколько вы сможете отразить в сопроводительном письме взаимосвязь между вашими публикациями и миссией ЯГУ. Причем миссию ЯГУ, обращаю внимание, ее не нужно придумывать самостоятельно. Миссия ЯГУ доступна на сайте в разделе «Документы», там есть стратегия университета, и вы берете миссию. Вот это одно предложение, как ЯГУ формулирует свою миссию. И вам нужно отразить взаимосвязь вашего портфолио и миссии. Если публикации по физико-математическим наукам помогут это сделать, почему бы и нет? Александра, вы с нами? Да, спасибо. Поэтому, не знаю, помог я, обрадовал или разочаровал, но в конце концов, конечно, нужно... Да, вот вы видите в чат-боксе, в том числе есть ссылка на раздел «Документы». Пройдите по ней, откройте стратегию ЯГУ, и в ней вы увидите миссию. И подумайте, насколько вот те публикации, которых вы думали, имеют место и будут релевантны для портфолио. Но, опять же, Александра, что касается портфолио, портфолио предоставляться будет каждый семестр. То есть, если вдруг в этот раз, когда вы предоставите портфолио, если вы его будете предоставлять, это далеко не обязательно, но такая возможность имеется. Если вы в этот раз предоставив портфолио, например, не получите финансирование, то есть грант в том объеме, в котором рассчитывали, то в следующем семестре у вас опять будет возможность предоставить портфолио. И так каждый семестр. Поэтому, если вы получите стопроцентный грант, не расслабляйтесь, не факт, что получите в следующем семестре, а если не получите ничего или 50%, то не стоит опускать руки. То есть, на само зачисление, скажем так, портфолио не будет иметь какое-то большое влияние? Абсолютно верно. Процесс поступления не включает в себя портфолио. Портфолио связано именно с финансовыми условиями. Портфолио подается для того, если вы хотите претендовать на получение гранта. Спасибо. Пожалуйста. Что ж, дорогие друзья, если у вас есть вопросы, как вот их задавали Александра, Йоланта, Наталья, то, пожалуйста, не стесняйтесь. Я напоминаю, что с нами сегодня участвуют студентки магистрских программ ЕГУ. Все еще с нами в Zoom-пространстве присутствуют как Елена, так и Виолетта. Елена учится на программе развития культурного наследия. Виолетта учится на магистрской программе визуальная пластика. Поэтому, пожалуйста, используйте свой шанс. Имеется чат-бокс, раздел комментарий на нашей страничке в Facebook, вот, собственно, под трансляцией, которая идет в Facebook. А в противном случае я нисколько не сомневаюсь, что после сегодняшнего мероприятия, когда вы зайдете на сайт ЕГУ в разделы, посвященные отдельным магистрским программам, то в дополнительных контактах вы увидите в том числе и контакты преподавателей. Каждый из программ смело обращайтесь к ним. ЕГУ действительно отличает от других университетов такая камерная обстановка. И, насколько мне известно, преподаватели весьма отзывчивы, в том числе, если к ним обращаются поступающие университет абитуриенты, рассматривающие университет абитуриенты. И, мне всякого сомнения, будем очень рады вас видеть. И хочется тогда, наверное, подвести итоги. Подвести итоги тому, что, во-первых, что мы выяснили, что магистратура, она не всегда тождественно направление магистратуры тому, где вы учились до этого, как показывают пример Елены и Ангелины, из одной области знаний можно перейти в другую. Пример Виолетты показывает, что в той области знаний, в которой вы уже находитесь, всегда есть очень много различных ответвлений. Дизайн и искусство – это очень широкая сфера. И, конечно, в ней можно воплощать свои амбиции, свои творческие порывы самыми разными методами, самыми разными инструментами, используя самые разные контексты и методологию. Поэтому магистратура в этом плане также очень помогает. И, напоследок, если вы думаете об исследовательской карьере, то, конечно, магистратура – это очень важный шаг на пути к вашей исследовательской карьере. После магистратуры можно уже поступать и в докторантуру. А в противном случае, если вы думаете о том, что вы хотите, может быть, добиться повышения на работе, или перейти из одной области, из одной сферы работы в другую, то, конечно, магистратура в этом плане – это тоже очень полезная вещь. Поэтому, вне всякого сомнения, я думаю, что решение о поступлении в магистратуру, оно должно отталкиваться и от того, что учеба в магистратуре ЕГУ происходит в blended формате. Это значит, что вам не нужно переезжать в Вильнюс и каждый день ходить в учебный корпус. Вы можете это делать, конечно, но это необязательно. Учеба построена в таком формате, что вы можете совмещать работу, может быть, семейные какие-то обязательства, и учебу в магистратуре посредством как раз-таки таких вот очень интенсивных сессий, которые происходят пять раз в год, а в прерывах между ними – дистанционное обучение. Ввиду пандемии, естественно, сессии тоже были перенесены в онлайн, но мы нисколько не сомневаемся, что в октябре 2021 года мы увидим студентов вновь в аудиториях Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. На этом мы будем завершать сегодняшний вебинар. Хочу поблагодарить всех наших выступающих сегодня участниц. Большое вам спасибо и до новых встреч. Следите за обновлениями на сайте echu.lt, а также в социальных сетях. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok